Парк Чебоксарского троллейбусного управления В парке троллейбусного управления 286 троллейбусов, более 100 из них с истекшим сроком амортизации. В прошлом году на покупку новых машин было направлено более 33 миллионов рублей. На эту сумму планировалось закупить 9 машин. Четыре из них приобретены на собственные средства троллейбусного управления и поступили в Чебоксары еще в прошлом году. Пять машин купили в этом на средства федерального бюджета. В интернете появилась информация, что куплены поддержанные троллейбусы. Поэтому народные избранники особое внимание обратили на новый подвижной состав троллейбусного парка. Депутаты просмотрели техническую информацию о троллейбусах. Сотрудники управления дали возможность детально осмотреть и внешнее состояние машин, а также продемонстрировали состояние двигателя и других механизмов. Идентификационный номер присуждается один раз при рождении транспортного средства. Я хочу что делать? Отправить туда и получить от них подтверждение, что такого-то числа троллейбус выпущен и продан, например, такому-то дилеру. Все машины сделаны на московском троллейбусном заводе. В городе уже есть транспорт и его производство. Покупка не из дешевых. Одна машина стоит 3 миллиона 750 тысяч рублей. Но все же это так называемый бюджетный вариант. Специалисты говорят, что новый более современный троллейбус сейчас стоит много дороже – около 7 миллионов рублей. Большинству из нас кажется, что троллейбусы на самом деле они свежие, хорошие, нормальные. И за такие деньги, относительно небольшие деньги, я думаю, что город купил, приобрел хороший актив, который будет пользоваться наше население. Троллейбусы, они на самом деле сегодня современные, и двигатели у них усиленные, и двумя печками они. Я думаю, для общественного транспорта это вполне допустимая такая транспортная единица. Конечно же, они новые. Новые, я думаю, что весь сыр-бор, разговор среди гаража на том, что они как бы реставрированы, произошло только из-за того, что нынешнее качество нашего производителя, отечественного, оставляет далеко желать лучшего. Действительно, видны, уже проступают следы сжавчины. Они, наверное, уже в период сборки, пока еще конвейер проходили, уже начинали ржаветь. Нам бы хотелось, чтобы троллейбусы еще дешевле были. Но специалисты говорят, за эти деньги лучшего качества получить невозможно. Подводя итоги выездного заседания, депутаты отметили необходимость дальнейшего обновления троллейбусного парка. Администрация города планирует в 2013 году софинансировать федеральную программу по закупке троллейбусов. Все новенькие троллейбусы обязательно проходят обкатку и предрейсовую подготовку. Четыре машины уже находятся в эксплуатации. Еще один троллейбус в настоящее время проходит испытание и скоро выйдет на линию. На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам народные избранники подвели итоги работы администрации за 2012 год. В центре внимания культура, образование, спорт. Одно из важных направлений работы администрации – решение проблем дополнительного образования. Об отдельных отчетах и новых предложениях далее в репортаже. С 1 сентября прошлого года на занятия в городских художественных, музыкальных и школах искусств родители не платят. Дополнительное образование в столицу Чувашии стало бесплатным. Раньше родители оплачивали 20% от общего финансирования городской системы дополнительного образования. Теперь все расходы муниципалитет взял на себя. В новом году нововведений будет несколько. С 1 сентября 2013 года школы дополнительного образования перейдут на новые образовательные стандарты – предпрофессиональные программы в области искусств. С помощью таких программ, считает в администрации, будет легче выявить одаренного ребенка в раннем возрасте. Еще одно новшество в сфере дополнительного образования. Сейчас музыкальные, художественные школы и школы искусств проходят лицензирование по новым образовательным стандартам. К учебным помещениям увеличились требования. Школы дополнительного образования, расположенные на цукольных этажах зданий, недопустимы. Мы можем, чтобы сохранить в любом случае учреждения и тех детей, которые туда приходят, мы можем эти помещения перевести в филиал к тем школам, которые получат лицензию. И то есть, например, в этих учреждениях, в этих помещениях могут проходить по лицензии какое-то, например, одно. То есть останется все равно? Останется. Это помещение останется? Мы его можем сохранить, да. Мы его можем сделать филиалом более сильной школы. И, ну, например, если у нас брать вокал, то уже по техническим характеристикам это помещение не подходит. Мы можем там проводить, например, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство. Вокал-хореография требует уже определенных других норм. Еще один острый вопрос – нехватка художественных и музыкальных школ в новых микрорайонах. Гладкова нету. И таких сейчас новых площадок, в общем-то, для строительства детских садов-то мы находим. А вот и для школ дополнительного образования, музыкальных школ, школ искусств у нас нету. Новый город, Богданка, Альгешево, Гладково, да? Там же еще не все достроено. Может, надо вернуться к комиссии по городскому хозяйству и изучить этот вопрос. Также на заседании постоянной комиссии депутаты говорили о плане мероприятий на этот год. День Победы, Славянская ярмарка, Всероссийский открытый фестиваль детского фольклора. В июне город Чебоксары примет эстафету Олимпийского огня универсиады. В рамках празднования Дня города будет организован творческий бульвар. Сейчас разрабатываются проекты с национально-культурными общественными организациями, которые примут активное участие в подготовке празднования Дня столицы Чуваши. При Общественном совете главы города создана комиссия по защите прав граждан, их объединений и противодействию коррупции в органах местного самоправления. В комиссию, созданную при консультативно-совещательном органе, вошли четыре члена Общественного совета. Среди них заместитель директора национальной телерадиокомпании Чуваши Юлия Стройкова. Приоритетной задачей комиссии станет привлечение общественности к разработке предложений улучшения нормативно-правовой базы, а также по сокращению коррупционных проявлений при принятии решений на городском уровне. Особое внимание комиссия направит на нормотворческую деятельность Чебоксарского городского собрания депутатов. В том числе комиссия будет принимать участие в антикоррупционной экспертизе принимаемых проектов решений. Кроме этого, члены Общественного совета планируют работать в постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике. Совет старейшин при Чебоксарском городском собрании депутатов посетил несколько производственных предприятий города. Старейшины ознакомились с современным промышленным комплексом Чебоксар. Первой производственной площадкой, которую посетил совет старейшин при собрании депутатов, стал Чебоксарский электроаппаратный завод. Старейшины побывали в производствах реконт, НКУ, посетили участок по выпуску микропроцессорной техники серии БЭМП. С большим интересом старейшины ознакомились с производством высокотехнологичной продукции, выпускаемой заводом. Производство, начиная от штамповки, покраски и заканчивая сборкой микросхем, ценится далеко за пределами Чувашии. Из простых материалов, которые завод использует, уже давно можно построить целый модуль. В нем можно автономно работать в любой точке страны, в тундре, в тайге, в пустыне, в общем, где угодно. При желании возможно построить целый многоэтажный жилой комплекс, где люди будут жить и работать, не выходя из него месяцами. Там на первой площадке мы сохранили название, это первая наша площадка. Там у нас и мемориальная доска есть. Но здесь в первую очередь, чем можем мы сказать, что новые изделия, новые направления нашей деятельности требуют гораздо больше площадей. Если там у нас были маленькие цеха, то сейчас вы видите, какой у нас объем эти цеха. Вот одно из направлений, которое в последние годы хорошо у нас развивается на данном направлении, это ячейки среднего напряжения. Вот вы сейчас видите за моей спиной как раз участок по сборке среднего напряжения. Цель визита Совета Старейшин – убедиться в том, что производство в городе работает и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие столицы Чувашии. Как они отметили, с закрытием первой площадки предприятия у многих горожан сложилось негативное отношение к таким преобразованиям. К сожалению, в обществе сложилось такое пессимистическое мнение, что заводы разрушаются, закрываются, производство не развивается. В частности, на нашей родине Чувашской республики, в частности, в Чебоксарах. Побывав на Чиазе, на второй площадке, хочется сказать, что завод не умер, а процветает. И что очень приятно, процветает по современным технологиям. Старейшины лично убедились в том, что завод по уровню технической оснащенности и выпуску наукоемкой аппаратуры сделал шаг вперед по сравнению с советскими временами. Своё внимание старейшины обратили на кадры предприятия. Средний возраст специалистов – 25-30 лет. Безусловно, им интересно работать на современном оборудовании и импортных станках, производить инновационную продукцию. Уделили внимание старейшины и на культуру производства. Особенно мне понравился сбор отходов, который здесь происходит. Вы посмотрите, мы взлетаемся в городе, приучить людей, чтобы люди церилизованно расставались с тем, что уже переработано им не нужно. Ставим контейнеры различным сбором мусора для бумаги, для стекла, для картона. Здесь уже, это уже всё, как бы, упущено в жизнь. И рабочие привыкают на производстве, что остаток кабеля в один кладёт, в одно, в другой бытовой отход, в другой, там, пластиковые изнутрики. Он придёт домой, если мы такой же евроконтейнер поставим, он уже, эту потребность будет и на бытовом уровне. В плане у Совета старейшин посетить и другие предприятия столицы республики. Их интересует уровень производства и зарплаты жителей города. В Чебоксарах выбрали самого лучшего папу. В этом году конкурс прошёл в седьмой раз. В здании филармонии собрались дети и жёны, бабушки и дедушки, чтобы поболеть за мужей, детей и, конечно, за самых лучших отцов. В зале полный аншлаг. Среди участников конкурса – депутаты, учителя, работники заводов. Но сегодня на сцене они просто папы. Не каждый день увидишь, как серьёзные и строгие в работе и нередко скупые на эмоции мужчины поют, танцуют и показывают себя с самых разных сторон. Приветствовали участников и гостей почётные жюри конкурса. Депутат Чебоксарского городского собрания Александр Андреев отметил значимость семьи именно отцов. Немножко есть некая несправедливость. Всегда, когда упоминается термин материнство, детство, мы не говорим отцовство. Поэтому я всегда стараюсь в своих речах говорить отцовство, материнство, детство. Я думаю, что это правильно, потому что нужно воспитывать наше молодое поколение, чтобы оно понимало ответственность, которая лежит на нас, мужчины. От имени женщин выступила председатель женсовета города Чебоксары Ирина Клементьева. Пусть будет всегда голубое небо над нашей головой, ну а если придёт время и надо защищать Родину, мы знаем, у нас есть наши защитники. Самым креативным папой стал Владимир Тимофеев. Его танец никого не оставил равнодушным. Олег Исачкин был признан самым отважным папой. Вместе со своими учениками он показал каратэ-шоу. Берёт пример с папой и его сын, который в пять лет уже обладатель «жёлтого пояса». Как ни старались участники, самого лучшего папу среди них выбрать так и не удалось. Каждый из них лучший по-своему. Жюри никого не обидело, и все папы были награждены. Каждый в своей номинации. Конечно же, без своих детей и жён не справились бы, признаются лучшие папы города. Программа «Местное самоуправление» подошла к концу. Я, Данифа Тагирова, прощаюсь с вами. Всего доброго.